Дорогие друзья, всем привет! С вами снова Влад, это значит новый выпуск на моем канале. И сегодня я бы хотел рассказать вам про ТОП-10 самых вкусных фруктов в Таиланде. Если вам интересно узнать, что это за фрукты, обязательно смотрите это видео до конца. Таиланд это фруктовый рай. И конечно же, когда вы приезжаете в Таиланд, обязательно необходимо попробовать максимальное количество фруктов. Но есть ТОП-10, которые я вам рекомендую попробовать. Вот о них сегодня мы и поговорим. Подробная статья о всех тайских фруктах на моем сайте. Я оставлю ссылочку под этим видео. Сразу хочу отметить один момент, что вполне возможно, что кто-то из вас уже пробовал фрукты из моего списка у себя в стране. Но я крайне рекомендую попробовать их снова в Таиланде. Потому что вероятнее всего, то, что вы пробовали у себя, колоссально отличается от того, что продают в Таиланде. Ну давайте я не буду затягивать и мы перейдем сразу к делу. Первый фрукт, который я рекомендую вам попробовать, это кокос. Да, 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 кокос. Хоть это звучит банально, но в Таиланде кокосы безумно вкусные. В кокосе содержится кокосовая вода, а также мякоть. Если вам повезет, то водичка будет сладкой, а мякоть мягкой. Второй фрукт это маленькие ананасы. Они примерно размером с кулак, возможно чуть поменьше, но они очень сочные, очень сладкие, очень вкусные. Я обязательно рекомендую вам попробовать. Если вы не встретите маленьких ананасов, то можете попробовать и большие, потому что они также отличаются. Они очень сладкие и очень вкусные. Крайне рекомендую попробовать. Третий фрукт, который я вам крайне рекомендую попробовать, это помело. В Таиланде существует много сортов, но некоторые из них очень сладкие и очень вкусные. В них нету горечи, в них нету кислости. Поэтому обязательно попробуйте несколько вариантов и найдите свою идеальную помело. Четвертый фрукт. Вероятнее всего вы про него никогда не слышали, но он называется мапранк. Это плод очень похож на сливу, желтого цвета. По вкусу он очень сладкий, напоминает немного хорму, но не вяжущий. Этот фрукт лучше кушать без кожуры, потому что эта кожура немножко горчит и портит вкус данного фрукта. Пятый фрукт. Это рамбутан. Это очень интересный плод. Он немножко необычный, потому что в России мы подобного никогда не видели. Снаружи он похож на волосатый шарик, а внутри находится мякоть, косточка. Фрукт очень вкусный и я его крайне рекомендую попробовать. Красивостой фрукт это мой любимый фрукт в Таиланде, называется он джекфрут. С виду похож он на дуриан, но внутри в нем есть, назову это ягодки, семечки. То есть это некая мякоть по вкусу, напоминающая мне немножко пастилу с бананом. Обычно джекфрут продают разделанным и выглядит он вот так. И мой фрукт это желтая манго. Это просто блаженство. Это самая вкусная манго, которую существует вообще на этой планете. Я уверен, что нигде нету такого вкусного манго, как в Таиланде. Счастливает очень много сортов и в принципе любой сорт он очень вкусный, но по цене они немножко отличаются. Так как манго легко разделывают, вот его часто продают в цельном виде. Купив, можно приехать домой, снять кожурку и нарезать ломтиками мякоть и наслаждаться этим удивительным экзотическим фруктом. Восьмой фрукт, несмотря на его плохую репутацию, это дуриан. Фрукт очень специфический из-за своего вкуса и запаха. Как и манго, существует множество сортов. Желательно дуриан употреблять тот, который был разделан при вас, потому что шанс, что он будет пахнуть, намного меньше и высокие риски того, что вы сможете его съесть. Некоторые сорта, если подождать буквально 2-3 часа после разделывания, они начинают пахнуть и пахнуть довольно-таки неприятно, поэтому многие отели запрещают своим постояльцам проносить дуриан номера. Если вы когда-то попробовали дуриан, он вам не понравился, не стоит отчаиваться, просто попробуйте другие сорта. Например, дуриан Монтон за килограмм стоит 3000 бат. И говорят, что он безумно вкусный. Но это не самый дорогой дуриан. Есть дуриан Каньяо, который стоит 4000 бат за килограмм. Если вы фанат дуриана, я рекомендую вам поехать в Бангкок на рынок Торкор и там попробовать дуриан от одной известной женщины. Она занимается этим продуктом уже более 11 лет. И ее дурианы славятся по всему Таиланду. И девятый пункт в моем списке это личи. Это не совсем фрукт, это очень сладкая ароматная ягода. С виду она похожа на виноград, но каждая ягодка находится в кожурке. Под кожуркой находится мякоть косточку. Это очень вкусные ягоды, я вам крайне рекомендую их попробовать. Ну и напоследок, десятым фруктом, который я также вам рекомендую попробовать, это мангустин. Выглядит вот так. Под кожуркой находится мякоть, которая похожа на дольки чеснока. Этот фрукт улетает быстрее, чем семечки. Настолько он вкусный. К сожалению, не все фрукты продаются круглый год. А также цены на эти фрукты меняются в зависимости от сезона. Поэтому, если вам повезет и вы попробуете все фрукты из моего списка, вы большой молодец. Также я вам крайне рекомендую не отчаиваться, если какой-то фрукт из списка вам не понравился. Потому что вполне возможно, что вам попался не самый удачный фрукт. И я рекомендую вам попробовать его снова в другом месте. То есть продолжайте экспериментировать, продолжайте пробовать, пока вы не найдете идеальный вкус. Или вовсе не поймете, что это не ваш фрукт. Если вы уже пробовали что-то из моего списка, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. А также можете написать в комментариях о ваших любимых экзотических тайских фруктах. Ну вот и все. Это было мое короткое видео о 10 самых вкусных фруктах Таиланда. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте мне лайк. Не забудьте подписаться на мой канал и поделиться этим видео с друзьями. Всем спасибо. До новых встреч. С вами был Влад. Проект Вокруг Таиланда. Пока.